Слова Гри, диаграммная техника для причинных функций Грина при нулевой металлуре. На прошлых занятиях я вам рассказывал о двухвременные температурные функции Грина. Сейчас я буду рассказывать задачу о функциях Грина, которые рассчитываются по нескольку другим принципам и которые используются по нулевой температуре. Давайте температуру 0 рассмотрим функцию Грина для электронов. Она выделяется таким образом, Gαβ это спиновые индексы. Строится она из двух электронных операторов. Минус I, T, хронологическое произведение. Что здесь что? X это обобщенная координата, то есть она включает в себя распространственную координату еврея. Альфа B это спиновые индексы. Операторы очки это операторы поля частиц. И поскольку я рисую сверху тильду, это значит, что они даны в Газенберговском представлении. Берется оператор поля частиц в Швяденберговском представлении и зажимается во вкладках, содержащих полный грибинян системы. Что такое T? Это вы знаете. Это обозначает хронологическое увеличение операторов. То есть они стоят в таком порядке, если время T больше T, что их. И надо переставлять их в обратном порядке, если T, что их наоборот больше, чем T. Два варианта возложения операторов. Ну и наконец угловые скобки, что в данном случае. Угловые скобки подразумевают, что мы выполняем усреднение по полной функции массового состояния. По полной функции массового состояния. Работаем по нулевой температуре и усредняем по полной функции массового состояния. Работаем по нулевой температуре. Могут быть возбужденные состояния. Волновые функции соответствующие этим функциям. Но мы работаем с полной функцией наивысшего пламёра бездетия. Что можно считать с помощью этой функции грибина? Ну, например, можно считать плотность частиц, скажем так. Мы вводим какую-то систему возмущения, взаимодействия и так далее. Плотность может становиться неоднозначным. И тогда плотность частиц с точки Х. То есть, в общем случае, включает в зависимости от координат и от времени. Допустим, какое-нибудь переменное поле. Оставляется так. Значит, взять надо функцию грибина с одинаковыми спиновыми индексами. При этом время Т штрих взять так, чтобы оно было чуть больше, чем время Т. Так. А координаты Р штрих пространственные и Р совпали. Значит, если эту функцию взять в таком проекте, значит, что у нас будет? Минус И, которое мы дели тем образом из этого определения. Так. Дальше. И. Вот так, в определении функции грибина. Дальше. Мы должны оператор вождения поля частицы поставить левее. При перестановке по правилам хронологического произведения высказывает знак «минус». Ну а дальше идёт обычное высказывание колонновым функциям. И. Мы совершили такой потерьный переход, и видим, что вот эта комбинация всех этих величин даст сумму просто плюс единица. Это просто операционная плотность, и усовнённый парус в новом состоянии. Вот и всё. Ещё обращу Ваше внимание в будущем. Когда встречается одновременно два спинного риндекса, это значит, что у меня какие-то величины, какие-то величины мы получим, А, зависящие спинного риндекса, В, это означает, что у меня происходит суммирование с назначением спина, где-то вниз, или так, плюс-минус единица. Ну, чтобы не загромождать полную лишними знаками суммирования, поэтому обычно два одинаковых шинга состоят, это один суммирование. Будем, давайте, сначала, для простоты, рассматривать ситуацию с отсутствием внешнего магнитного поля, когда важны, конечно, поскольку поле действует на спине электронов, то важно существование спинных риндексов, и отсутствие спонтанного магнитного упорыточения, потому что при спонтанном магнитном упорыточении, чтобы он написать намагниченность, или какой-то магнитный порядок, надо знать, как говорится, операторы к соответствующим спинным несостояниям. Поэтому будем считать, что в общем случае, когда у нас нет внешнего магнитного поля и нет магнитного упорыточения, все уберется для одного направления спина, и, значит, вот эта функция берет, она диагональна под спинного мышления. Ну, это для простуды нашей гадрешки, вот тут дети. Кроме того, будем считать, для того, чтобы познакомиться с озами этой науки, будем считать наиболее простой вариант, будем предполагать, что система у нас бесконечна и однородна, то есть внутри нее нет никаких нарушений трансляционной галориатности, и на нее не действуют никакие внешние поля, меняющиеся по времени. Если не действуют внешние поля, меняющиеся по времени, то система трансляционные галориатные по времени. Тогда, фактически, функция галорина зависит не поздно от этих двух переменных, их штрих, а на самом деле она зависит и от их разности, вот если включить трансляционную галориатность, то есть от разности кабанина к разности времен. То есть наша функция галорина является функцией разности временных и координатных перемен. И в этом случае функцию галорина можно развлекать в ряд фурьер стандартным образом, переходя от координатно-временного пространства к импульсно-энергетическому. Ну, вот я буду писать обложение в ряд фурьер в таком виде. Вот, четвертый. Фурьер образ этой функции галорина, пространство, координаты, энергии. Где вот этот дифференциал означает D4P, это значит тождественное назначение и фурьера по импульсам, и фурьера по импульсам, и фурьерам по импульсам. Теперь давайте решим такую задачку. Как выглядит... Нам надо будет дальше знать явный вид. явный вид причинной функции галорина для частиц в отсутствии взаимодействия. Потому что вся диаграммная техника строится так близ кирпичиков, отдельный элемент, который является диаграммной... Отдельным элементом, который является функцией галорина в отсутствии взаимодействия. То есть учитывается только галоринатическая энергия частиц, а взаимодействия между ними не встречается. Значит, задача — найти восклировую функцию галорина, вот так вот будем обозначать, как она выглядит в отсутствии взаимодействия. Давайте вспомним, как выглядит операторое поле фирменного для невзаимодействующих частиц в представлении Кайзенберга. Для невзаимодействующих частиц в представлении Кайзенберга. Галоринатическая энергия Значит, я напоминаю еще раз вот оператора поля в общем случае, когда галоринатическая энергия включает и взаимодействие, и переходя в случае не взаимодействующих частиц, мы, по метрониаме Аши, берем только галоринатическую энергию. Так, оператором поле в резинберговском представлении, но за метром теперь между болевыми функциями галорина. И такую задачку мы решали в своем время, и мы получили ответ, как выглядит в этом случае оператор поля для невзаимодействующих частиц. Оператор уничтожения частиц выглядит так. Сумма до половины вектора Ка, и плюсовка. Вот, это каната опера уничтожения Фермиона. в точке Р в момент времени 5. Ну и точно так же мы получили, это вот где-то с тобой на лекции второй, выложение для оператора рождения фермиона в точке Р и выглядит так. И делится на корне В. Объем системы. Сумма пока. Эпсилон 0К А плюс К Е минус 3К Р минус Эпсилон 0К на Т. Ну вот, выложение. Где, что такое Эпсилон 0К, напомню? Эпсилон 0К. Мы работаем, как любят делать георетики, в системе единиц, где постоянный план, как тот, он означает единичный. Поэтому Эпсилон 0К это генетическая энергия, она обычно пишется аж квадрата, как вон она на дворе, отсчитанная от уровня химпотенциалов внутри температуры. Но поскольку мы аж берем в виде единицы, значит, это пишется так. К квадрат на 2F минус уровень химпотенциала. А проявлять температуру химический потенциал в системе, не взаимодействующей электронов, совпадает с энергией фермы. Так. Энергией фермы тоже можно переписать в виде импульс фермы в квадрате на 2F. Ну и как часто люди делают теоретики, когда они интересуются областью энергии и импульсов в виде порядка в эферме, где, как бы по правилу, все физические явления не разыгрываются, ну вот это разное можно назвать так. или давайте сделаем ложку. Значит, при малых отклонениях от К в к ферме существенна именно разница между уголдовой вектором К и к ферме, то есть импульсом ферме. когда вот эту сумму заменяем примерно на 2 коферме, 2F, а разница в средстве оважения. Вот это распространённое приближение, которое пользуется теоретикой в расчётах, когда надо считать, что это в виде проверки фермы. Вот я написал, напомнил вам нарожение для их операторов, а теперь давайте построим функцию длина вот для их операторов, учитывая вот этот явный вид из операторов. Так, ну давайте. Примаемся. 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 Болевая подчиненная функция грина. В мотру и мотра, к координатному представлению, значит, это есть минус и хронологическое произведение двух операторов эллимбергских, поскольку речь идёт о представлении взаимодействия, то есть не взаимодействующей частицы, значит, вот так. И поскольку, я уже говорил, что она длина существенно, по сути дела, разность между координатами, значение координата в этом, значение координата в одном из координатов возьмем 0, а в другом – 0 и Т. Так, давайте начнем теперь с этого пара изучения, значит, это можно представить в виде двух новостей. Минус И. Если вот это во время Т больше нуля, и плюс И. Если вот это во время Т больше нуля, и плюс И. Что делаем дальше? Дальше вот для каждого из этих выражений подставляем соответствующие разложения, написанные через операторное рождение и уничтожение электронов с импульсом К. Значит, первая, так сказать, скобочка, первая часть на этой скобочке, мы переписываем так. Минус И. Минус И. Двойная сумма. Пишу явное видео сравнение по плановым функциям основного состояния. Оператором уничтожения электрона словно был импульсом К, оператор рождения электрона был импульсом К, что ли? Так, ну поскольку вот эта волна, оператором убрался с точки 0,0, экспонента нет от этого оператора. А вот от этого оператора у нас установлено Е, ГИ, К, Р, минус Лекс, К, на Т, для Т больше. И второе нижнее навыжение до другого порядка во времён. Углечка на В, минус Лекс, К, на В, минус Лекс, К, на В. Вот это вот. Теперь фактически нам надо считать вот этот матричный элемент. Вот этот матричный элемент. Для них оператора. Но для этого надо вспомнить, что из себя представляет основное состояние электронов в случае, когда между электронами отсутствует взаимодействие. При нуле температуры электроны занимают все уровни нижней энергии до энергии фермы. То есть каждое состояние, которое отвечает какой-то соответствующий импульс К, нижней кооперной и полностью заполнено. Вот я рисую ось импульсов или ось волновых электронов, и рисую число электронов, функцию распределения электронов пока состоят. Значит, любое состояние К ниже кооперной электронов заполнено. Ну и для одного направления спина, значит, в этом состоянии может быть только один электрон, согласно принципу Пауле. Можно посадить второй электрон, но это будет уже другим направлением спины. Значит, поэтому функция распределения выглядит так. Значит, вот эти все состояния электронами с энергиями Сэпсилон К заполнены, все состояния Сэпсилон К больше кооперной пустыри. Ну и что? Тогда мы можем записать, чему равняется вот, скажем, вот этот матричный элемент. Так, давайте считаем А плюс 1 штрих АК. Вот если волновой электрон К здесь больше, чем кооперный, то состояние, в котором электрона нет, да еще уничтожить ему будет. Чему результат действия? Ноль. Если же К меньше, чем кооперный, мы можем уничтожить электрон в состоянии меньше, чем кооперный, возникает пустое место. Дальше. Есть при вторым оператором, второй оператором, если он действует H3 больше, чем кооперный, мы можем здесь проводить электрон. Но если предыдущий импульс был меньше, чем кооперный, у нас получается состояние не основное. То есть у нас возникает какое-то возбужденное состояние, где у нас здесь есть электрон, здесь электрона нет. И надо поинтегрировать с волновой функцией основного состояния. Это возбужденная волновая функция возбужденного состояния, а отогонально волновой функцией основного состояния, результат ноль. Если, значит, все это учесть, получается, что единственный недолевой вариант будет такой. Мы ниже К-ферме уничтожаем электрон, возникает пустое место. Затем точно в этом же месте рождаем электрон, заполняем опять, восстанавливаем вот это ступенчатое высокоголение. Таким образом, вот этот маточный элемент есть. Рапорционален для символа Каванельева. И вот точно равняется функцией возбуждения электронов по волновой электроновой температуры. Ну и еще можно это переписать так. Это же самое. Дельта, так, 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 так. Ноль. Ремодуль К больше, чем коферме. Единичка. Ремодуль К меньше, чем коферме. Ну и давайте еще для полноты картины введем обозначение этой же самой штуки через ступенчатую функцию Каванельева. Давайте это можно еще записать. Так. Дельта, К, К штрих. Ступенчатая функция Ка ферме и Устра по модулю. Мы знаем, что ступенчатая функция есть единичка либо ноль, если аргумент больше нуля, единичка, если аргумент функции меньше нуля, это ноль. Ну и, значит, тоже вот как раз все и получается. Если, так сказать, x по весе разница Ка ферме и Устра положить больше нуля, у нас как раз отойдите. Вот этот мольточный элемент мы с вами сосчитали. Вот. Теперь надо взять эту симптомию. Давайте теперь посмотрим, как выглядит. Воспользуемся. Коммутационными соотношениями ферме и скико-караторами. Известно, что этот же самый каратор, это тоже самое, как если мы взяли, перекоммутировали и записали таким образом. Дельта, К, К штрих. Минус, А, конец, К штрих, А, К. Мы использовали перестановочное соотношение ферме и скико-караторами. Ясно, что вот этот первый член, это просто дельта, К, К штрих. Постоянную величину вытаскиваем под знаками, договориваем, не остаётся. А это мы только что сосчитали, значит, результат выглядит так. Дельта, К, К штрих, единица. Или, опять-таки, через ступенчатую функцию можно написать сразу это. Ну что, значит, осталось нам подставить эти выражения сюда и сюда и получить нашу функцию грина в координатном пространстве. Так. Вот в предыдущем выражении у нас стоит двойное суммирование по импульсам, но каждое выражение содержится в этом символе, это и это, поэтому после подстановки остаётся только одинаковая сумма. Значит, G0x есть минус i на v, сумма пока на полэкспонент. Так, и следующее, значит, единица минус nk, функция распределения при t больше меня, и это минус nk, минус nk, при t больше v. или через ступенчатые функции это же самое выражение можно записать так это я записал функцию расстроения а вот это условие давайте начнем с помощью ступенчатой функции от временной переменной ну и значит минус и вот это условие запишем опять-таки ступенчатая функция от минус 5 значит мы получили как выглядит наша причинная функция граина для невзаимодействующих частиц с координатным пространством когда мы будем заниматься диаграммной техникой для народных систем все гораздо проще делать получать выражение в пространстве импульсов и энергии поэтому нам нужен фурие образ для различных функций функции граина выпустим пространство мы допустим как мы получаем g0x разлагаем в ряд фурие и будет вот этот фурие образ у нас выпустим пространство вот прямое фурие образование ну и соответственно обратное фурие образование как получить фурие образ значит наоборот обратное фурие образ будет так значит интеграл по координате по объему системы интегрирование по времени двинуса плюсов бесконечность ну фактически надо взять ту же экспоненту но только с аппаратными знаками указательными так ну и значит g0x g0x ну вот давайте я сюда в эту формулу засуну явное выражение g0x значит это будет выглядеть так продолжаю равенство значит подставляю явный вид минус i на v сумма пока пока так так интеграл по объему df минус 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 бесконечность dc dk dk r r минус r минус r минус так просто я объединяю экспонентного представления и этот ответ значит и а не минус t значит экспонент объединил ну и пишу комбинацию этих ступенчатых функций вот теперь нам надо просто что сделать нам надо всего на всего проинтегрировать это выражение по координате и по поведению ну по координате это просто вы знаете что вот этот интеграл dm e i k минус p r если его интегрировать то он даёт это символ значит по координате интегрируем без проблем так давайте значит такое интегрирование выполняем что у нас остаётся минус i так в первом члене получается модуль импульса p минус q r интеграл в оба е лени вот учитывая эту ступенчатую функцию она означает что у нас если t уходит в отрицательную оба значит интеграл идёт от 0 до бесконечности dt e i омега с в амега минус t 0 b от t Первый член, ну и вот второй, минус θ функции, граферми минус p по модулю, и второй интегривал от нуля до минус бесконечности. Ну, чтобы выполнить интегрирование по времени, давайте сделаем еще такую штуку, во втором интеграде поменяем переменное интегрирование t на минус t, там, так сказать, единообразно было. Продолжаем, пожалуйста, пишу результат после замена. Интегрирование от нуля до бесконечности. ДТ. Давай тогда позже пошел вот на данный бесконечности. ДТ. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 они между собой взаимодействуют, поскольку различные эффекты. Иногда электроны, по многих случаях, взаимодействуют с фаномами, но и с этим электронным-фаномным взаимодействием связаны такие эффекты, как возникновение, скажем, эффективной массы электронов, увеличение визит поверхности фермии. Возникает, скажем, сверхпроводимость благодаря электронно-фаномному взаимодействию. И поэтому для описания этих вещей теоретикам необходимо часто учитывать фаноны. Кроме того, сами по себе фаноны ответственны за такие эффекты, как скажем, изменения, структурные переходы, тепловое расширение теплопровода в сферном теле. Поэтому нам надо знать, как описывать фаноны. В простейшей модели колебаний твердого тела есть такая дебаевская модель гармонических колебаний. Вам, теоретикам, должны рассказывать, это должен, конечно, акулов рассказывать, который учитывает только продольные гармонические колебания. Так вот, гамильтиньян, где взаимодействующих фанонов для продольных акустических колебаний в представлении чисел заполнения имеет следующий вид. Сумма пока... Волновые вектора... Омега нолька... Оператор числа фанонов плюс одна вторая. Ну, я напоминаю, что работает в системе единицкие постоянная клавка единичка. Значит, суммирование вот здесь пока, оно ограничено так называемым импульсом дебая или энергией дебая. Потому что с более короткими импульсами просто колебаний в каждом деле не существует. Дальше. Вот эта энергия фаноновных колебаний, она чётна по волновому вектору ока, потому что это фактически описывает распространение звука. Значит, это U0, модуль K, V0, минус K. Это звуковые колебания. U0 — скорость звука в твердом теле. Скорость звука в твердом теле. Так, что такое НК? Это оператор числа частиц. Описывает уничтожение фанона, то есть гармонического колебания с волновым вектором K, а это вождение колебаний с волновым вектором K. Вот эти операторы, они БОЗовские, и подчиняются БОЗовским перестановочным соотношениям, то есть они коммутируют, в отличие от эрминских, которые этим коммутируют. Ну и вот этот габництониал, он фактически очень такой проявитивный. Он описывает колебания в твердом теле. Для случаев, когда у нас есть один атомно-элементарную геористолическую ячейку, мы не учитываем поперечные колебания, ну и многие другие ограничения. Но тем не менее, в общем, в ряде функций полезно хотя бы иметь такой габництониал. Мы можем построить причинную функцию Грина Грина. Вот просто на этих операторах В и В и В и В. Ну, по причинам тем, что я дальше буду вам иллюстрировать, как строится диаграммная техника для функции Грина при учете взаимодействия электронов с фанонами металей, полезно вместо вот этих операторов В ввести некие новые операторы, так сказать, фанонного поля в реальном пространстве. И как вводятся эти операторы? Значит, ну, было придумано, что удобно ввести операторы фанонного поля, которые в Гризенберговском представлении выглядят вот так. Гризенберговское представление для невзаимодействующих фанонов, вот здесь, конечно, все это было получено. Значит, мимая единица, объем, сумма по волновым векторам, дальше вот здесь такой нормировочный множитель, и дальше стоит, вот как бы операторы ПЗ в выпускном пространстве, то есть вот эти новые операторы, они, по сути дела, являются некоторой линейной комбинацией операторов в импульсном пространстве, от которых перешли назад, так сказать, в координатное пространство. Почему это? Ну, видно, что вот эта вещь удовлетворяет свойству ромитовости. Если вы возьмете, выполните ромитовое сопряжение над этим оператором, вы получите вот такое соотношение. А почему это было сделано, видны такие операторы? Оказывается, есть простая модель, так называемая модель фариолика, электронно-фаноновое взаимодействие, которое очень компактно записывается в этих операторах. Оказывается, взаимодействие электрона с фанонами можно довольно просто записать в следующем виде модели фариолика. Следующим образом. Я пишу, мне принял, так сказать, в Шрёдингерском представлении. Шрёдингерское представление, получается, здесь t положить 0. Вот, если писать ее в исходных операторах t, это выражение выглядит довольно громоздко, а так оно выглядит довольно компактно. Ну и в этом выражении, я сказал, это не а, не фарерлика, g это некая силовая константа, которая описывает, так сказать, силу взаимодействия электронов с фанонами. Она имеет такой смысл, e, a квадрат, c, u, 0, 0. Сейчас я поясню, что а. В период решетки. В период решетки. В период решетки. c, это фактически заряд иона, умноженная на некая такая константа, отражающая заряд в решетке. z, заряд иона, z, элементарный электрический заряд, n число электронов, в объем, в объем системы. z, e, z, e, z, e, заряд иона, с которым взаимодействуют электроны, по определенной плотности, возникает здесь такая вещь. Ну и наконец, оно, это плотность царей глины. Плотность царей глины. Так что, вот, давайте, будем рассматривать это для глины, как заданное от Господа Бога. Уводить их у меня нет возможности, из-за ограниченного глины. Ну вот, давайте построим фанонную функцию глина на вот этих новых операторах фанонного поля в координатном пространстве. Определение. Причинная фанонная функция глина в электронах при нулевой температуре. Причинная глиновская функция фанонов оснащается таким образом. Минус I. Дальше. Хронологическое упорядочение двух операторов фанонного поля. так, которое надо понимать так. Либо минус I, I, X, и и если folx достаточно лучше , и обратное расположение оператора фанонного поля, наши если, наоборот, другой порядок времён. Просто это определение хронологического произведения. При этом, вот когда я их меняю местами, при расстановке в хронологическом порядке, у меня, в отличие от федоменов, есть знак «минус» не раскапывает, потому что этот оператор в конечном счёте строится из операторов. Вот, они помутируют. Дальше, что ещё можно сказать про это фанозное поле? Вообще говоря, в основном состоянии системы фанозов нет, решётка не колеблется. То есть, вот если усоединять по основному состоянию, значит, брать число фанозов в состоянии К, или, значит, это… Я пишу соотношение для исходных операторов К, по-ра-сто-разовам, у этого меняется нулю. То есть, в основном состоянии фанозов нет. И клебания могут возникнуть только за счёт какого-то воздействия на систему. Если она сама по себе, то она не фанозит. Фанозов нет. Ну и теперь давайте рассмотрим случаи свободных фанонов. Вот это я написал. Общее определение фанонной функции Грина. Операторы, которые относятся к системе, где, может быть, есть взаимодействие фанонов, друг с другом, с электронами, с магнонами, с чем угодно. А теперь давайте рассмотрим, как выглядит фанонная функция Грина для системы невзаимодействующих фанонов, у которых только есть кинетическая энергия, описываемая вот этой энергией скорости звука. Фанонная функция Грина точно так же. Она зависит только от разности координат, пространства и по времени будет выглядеть так. Минус ИТ. Берём операторы в Газенберговском представлении невзаимодействующих фанонов. Что это значит? Это значит, что вот здесь к исходным операторам стоят обкладки с нулевым компьютерианом, который записывал гармоническим колебанием модели Дебая. Ну а дальше что мы должны взять? Подставить явный вид вот этих операторов. Так, значит, расписываю хронологический порядок. И то есть писал хронологический порядок, как этих операторов невзаимодействующих фанонов. Как выглядят вот эти операторы, я только что писал вооружение, тогда подставляем в явном виде. Верхняя строчка И на В сумма пока каштрих. Так, здесь будет омега ноль К, омега ноль Каштрих на два. Дальше. Среднее по основному состоянию. Так, вот этот оператор берется в нулевой момент времени и в нулевой координате, значит, от него идет просто, мы говорим, Дх-штрих минус Дх-штрих. А вот этот оператор берется в точки пик Р и Т, значит, там уже пишется дозе пилатовой с экспонентами. А вот этот оператор берется в пилатую с экспонентами. Редактор берется в пилатую с экспонентами. Значит, это я написал для положительного варианта. Для отрицательного порядка возьмем I на B сумма H3 Поповерим вот такой же интеграл. Пожди. Так. Переставили теперь вот эти скобочки и подушернение в обратном порядке. Так. Так. Минус B кражет K. Минус B кражет K. Минус B кражет K. Так. Вот это вот выражение круглых скобок и сюда поставили вперед. А вот это круглых скобок и четыре. Ставим сзади. B кражет K. Минус B кражет K. Минус B кражет K. А, подробно. Я, ребята, вам помогу. Вот это верхняя скобочка. Верхний ряд для прицательного порядка возьмем. Нижний для положительного. Попробуйте. Ну, а теперь надо вычислить маточные элементы от операторов. Экспоненты за интегралы у нас за знак усаждения вытаскиваются. Значит, нам надо считать, вот, и, возможно, матричные элементы от операторов. Так. Давайте смотрим. Что вот это здесь? B, K, штрих, B, K. Да. Ну, как теоретики? К чему думает этот матричный элемент? Мы усоединяем по основному состоянию фаномной системы. А? Бывает. Нет вообще никаких фаномов. А вот эти два оператора уничтожают фаномы. Там вообще уже нет результатов нормы. Дальше. Дальше. Вот это вооружение. Функция этого нового состояния где-то, она уже нет, она неодействована первая. А что 0 получится? Ну да, нормально. Мы подействовали, все равно 0 позже нет, ну там уже нет. Так, третий вариант. Третий вариант. Что надо делать с этим, как думаете? Совершенно верно. Надо дальше взять, перекоммутировать, воспользовавшись коммутационными соотношениями. Это равняется Дельта Кх3 плюс Д плюс Кх3. Второй член даст 0, а первый Дельта символ вынесли за знак усоединения просто Дельта Кх3. Вот, значит, третий вариант. И 0, ну и вот и есть еще осталось. Среднее от двух аппаратов рождения. Среднее от двух аппаратов рождения. Ну, можно по-разному рассуждать. Можно рассматривать, скажем, как этот результат. Результат Эрмитовского сопряжения вот от этого. Здесь с другой стороны можно рассуждать так. Мы в состоянии, где нет ни одного фонона, рождаем ли фонон в состоянии Кх3, возникло возбужденное состояние Кх3. Возникло возбужденное состояние. Но все волновые функции, вот, собираясь, относящиеся к равным состояниям, ортогональны. Поэтому состояние с двумя возбужденными фононами, оно ортогонально в основном состоянии Дельта. Все, значит, поэтому вот так все пересмотревшие варианты мы получаем отсюда следующий ответ. Мы получаем следующий ответ. Так. Верхняя строчка. Длинность ИВ. Сумма Кх2. Рик. Вот этот, наверное, очень умноженный. Аминь. Рик. На два. От ненулевого маточного элемента. Верхняя строчка. И нижняя строчка. и нижняя строчка. Ну, выражения похожи, только экспоненты отличаются одинаковыми. Так, значит, давайте выпишем окончательно вид функции Грина для взаимодействующих панонов в координатном пространстве. Так, дельтый символ снимет двойное суммирование, а вот эти временные условия запишем с помощью ступенчиках функций. Тогда отличательный ответ выяснили. Двойное суммирование снялось. Вот я переписал нижнюю строчку. Времена положительные, значит, ступенчатая функция, вот такая здесь, плюс верхняя строчка с экспонентами с другим знаком, в функции минус t. Ну, значит, видно, что если мы в нашем выражении r и t заменим на минус r и минус t, то мы видим, что наша функция удовлетворяет следующим соотношением симметрии. Теперь нам надо найти фуе-образ этого выражения в импульсном пространстве. Давайте делаем как интеграционные функции грейна, начинаем выполнять интегрирование. Интеграл по всему объему системы, интеграл от минус до плюс бесконечности подавления, d0 и x, e минус i, k, n минус омега t. Итак, подставляем явный вид, d0 и x. Получается минус i, v, давайте, сумма каждого их, амега 0, 4, пополам. Интегралы. Так, первая половинка. Э, и ка, крик, r минус омега 0, ка, крик, r. Ступенчатая функция. Ну и вот эта, вообще, постоянная функция. Вторая половинка, вторая сумма. Е, минус i. Ка, крик, r. Ступенчатая функция для другого знака. В нем. Мы опять занимаемся интегрированием. Интегрирование по координате. Значит, вот эта и вот эта. Ну, если посмотреть, то вверху у нас возникает дельта k, k', а внизу возникает дельта k, минус k', при интегрировании по координате. Дальше, интегрирование по координате. Дальше, интегрирование по координатам. Так, что у нас от времени зависит? Вот эти экспоненты. Значит, надо интегрировать минус, плюс, бесконечности, плюс, бесконечности, и комбинация экспонент, омега, минус, омега, ноут, k, на t. Так, на t это функцию ступенчатую. Значит, это опять-таки интеграл бесконечности dT, e, e, омега, минус, омега, только t. Опять, проблема верхнего предела. То есть мне надо добавлять вот здесь и минус, гамма, t, как гамма, стоимящимся к нулю. Вот если проинтегрирование, получим, и омега, минус омега, только, плюс, и кратно. Ну, значит, одно интегрирование. Ну, и, значит, второе интегрирование по моей медицине со ступенью перед этой, значит, тайны. Пишу сразу ответ. Второе интегрирование, минус, плюс, бесконечности, т, т, омега, так, здесь будет таковая экспонента, t, ступенчатая функция положительную область интегрирование убивает, значит, будет e, и омега, плюс, амега, 0, и кратно, c. Проблема на нижнем пределе, минус бесконечности. Чтобы на нижнем пределе интегрирование за нулялся, добавляем это, ответ, минус b, омега, вон то результаты интегрирования первой половинки, результаты интегрирования второй. сейчас выпишу пару строчек, и окончательный ответ. результаты функции 1 выключен пространство для гамм гамма бесконечно, маленькая положительная добавка, вон то, что я делаю, я их поведу к общему знаменателю. так, внизу омега квадрат, минус омега квадрат k, так, что-то плюс и гамма. пишу с лишними подробностями, но ладно. значит, вверху результаты выглядят так. омега 0,2,2,k бесконечно минимумы малые добавки в числителе нам не нужны, они нужны нам знаменатели при, для интегрирования при обходе полюса по 0,4, а внизу получается минус, ну, вот здесь формально 2 и гамма примерно 0,2. вот это же бесконечно малая положительная добавка, значит, просто сказать, двойка на положительную величину. все равно можно заменить на бесконечно минимумы. вот мы получили фолье образ фономной функции гриза, для их взаимодействующих частиц, ну, это наш второй кирпич для построения диаграммной техники. давайте делаем фолье фолье фолье